Здарова! С вами снова Андрей Скудрецкий! И сегодня мы научим вас ездить на заднем колесе! Поворачивать вперед! Для того, чтобы учиться ездить на заднем колесе, необходимо учесть много нюансов. Самое главное, это подобрать подходящий мопед. Мопед должен легко вставать на заднее колесо и его не должно заливать при езде на заднем колесе. Если ваш мопед заливает, то его нужно к этому готовить. Например, на моем мопеде нужно было перенести бак из полика назад, для того, чтобы его перестало заливать. Второй нюанс заключается в том, что вам нужно посмотреть пару видосиков или где-нибудь почитать статейки о том, как учиться ездить на заднем колесе. Но в этом видео я как раз об этом и рассказываю. Третий нюанс – это защита. Для того, чтобы учиться ездить на заднем колесе, необходимо одеть полный экип, потому что от переворота или от того, что вы завалитесь в бок, вы абсолютно не защищены, когда учитесь. Ну, я, конечно, уже немножко научился стантить, 5 метров проезжаю, поэтому я езжу, у меня из экипа только спортивочки. Ну и четвертый нюанс – это нужно подобрать подходящее место, чтобы было поменьше машинок и чтобы дорога была поровнее, потому что учиться ездить на заднем колесе на буграх или когда там на дороге вот такие колеи не очень легко. Для того, чтобы было лучше стантись, необходимо спустить заднее колесо, чтобы было лучше держать баланс. Но мы, ребята, сельские, поэтому, когда учились стантить, не спускали колеса, а ездили на дубовых. Поэтому теперь мы можем хоть делать сальто на мопеде, натренировавшись в таких сложных условиях. Ну, теперь, когда все готово, можно уже и приступить к обучению езде на заднем колесе. Много кто у меня спрашивает в контакте или в комментариях, почему я вот… мопед у меня валит, а я такой это… выехал на дорогу, сделал вот так и не научился стантить. Это вообще фиговый вопрос, потому что, чтобы научиться стантить, нужно выезжать каждый день и делать вот так не один час. Я, например, научился ездить на дыбах приемлемо так метров, чтобы проезжать так двадцать. Научился, примерно, за неделю. Неделю я выезжал на дорогу и делал вот так, потом вот так, а потом вот так. Вот. Короче, с каждым разом страх становится все меньше, привыкаешь к этим делам и начинаешь стантить. Сперва я делал вот так. Вот это я круто встал на дыбы! Потом я делал вот так. Вау, да я уже почти профи по станту! А потом я уже стантил вот так. Вау, сегодня он бился, вот это угол у меня! Ну а спустя много раз вот таких вот почти самоубийств я стал ездить вот так. Ну а так потихоньку я учился стантить. С каждым разом все лучше и лучше. Ну и до сих пор, конечно, учусь. Разушую там всякие вот такие вот дела, вот такие. Вот. Ну вот, то есть для того, чтобы учиться ездить на заднем колесе, нужно много тренироваться. Теперь сам процесс. Чтобы учиться стантить, нужно хорошо чувствовать свой скутер. Нужно чувствовать, когда придет тот момент, когда скутер максимально подорвет, когда вы дадите газу. То есть можно дать газу, но при этом скутер еще какое-то время будет тупить. Это нужно прочувствовать. И в момент максимального подрыва, если ваш скутер сам не может стоять на дыбы, нужно его еще поддернуть при этом. Можно ехать медленно, километров пять в час, держать так баланс ехать, дать газ в пол, поддернуть и учиться вставать. Сейчас я покажу. Пусть это делается вот так. Ну и вот, когда вы научитесь отрывать переднее колесо от земли, нужно будет с каждым разом делать угол все больше и больше, пытаясь дойти до точки баланса. Но при этом всегда нужно держать два пальца на заднем тормозе. Не один желательно, а два. Если конечно у вас тормоза мега крутые, дисковые какие-нибудь, то можно и одним пальцем притормаживать, этого хватит. Но когда у вас барабанный тормоз на Диане, это вообще опасно. Поэтому я всегда держу два пальца на заднем тормозе, чтобы хорошо его затормозить, если начнешь переворачиваться. Когда вы будете учиться доходить до баланса, по-любому у вас хоть раз случится такое, что вы начнете переворачиваться. Потому что поначалу словить баланс тяжело. Вы либо не дойдете до баланса и начнете падать вперед, давать газа для того, чтобы вернуться ближе к балансу. Либо вы резко перекозлите и начнете переворачиваться. Ну, сейчас я покажу, что надо делать, когда вы заходите за точку баланса. Вот так. Сейчас я зашел за точку баланса. Если бы я не притормозил, то я бы перевернулся. Поэтому всегда, когда учимся стантить, держим два пальца на тормозе. Когда чувствуем, что скутер уже вот так сам переворачивается без газа, сразу начинаем притормаживать. Ну и со временем, когда вы будете учиться стантить, вы научитесь заходить за точку баланса, выжимать тормоз, поддавать газу и много-много делать вот так. Это и будет стант. И тогда вы сможете очень-очень-очень-очень-очень-очень долго ездить на заднем колесе. Ну, конечно, стантить это очень круто. Когда ты едешь по городу, среди кучи машин или в пробке между рядов на дыбах, то народ просто на тебя засматривается. Много кто тебя фотографирует, ты попадаешь в интернет и становишься крутым ниггером. Поэтому учитесь стантить. Это очень клево, нереальное ощущение, когда едешь вот так вот на заднем колесе. Вот. Ну и сейчас мы снимем сам процесс станта на камеру на голове. Вот GoPro оденем. И я буду говорить, вот когда я жму тормоз, когда я угасну, или вы сами это увидите, в общем. Валдырь-Калдырь тоже умеет стантить. Ну, на самом деле, кстати, Валдырь был моим учителем по станту, потому что он раньше меня научился стантить и рассказывал мне, как это делать. Но сейчас у него скутера, к сожалению, нету, поэтому он растерял свои суперские навыки. Очень довольный, Валдик, постантил. Ну, как ощущения? Я даже не знаю, как-то круто вроде. Ну вот, сейчас будет процесс станта от первого лица, но еще и в хорошем качестве, с новой камеркой. Вот, сейчас я даю концу, подергиваю скутер и начинаю ехать на заднем колесе. Вот, я сейчас еду примерно на балансе. Когда захожу за баланс, немножко надавливаю задний тормоз. Вот. Все нужно делать плавно, чтобы макет вот резко так не дергать. Газу тоже нужно давать плавно, иначе можно сделать вот так. Поэтому, когда вы научитесь хорошо ездить на заднем колесе, все будете делать плавно, как по маслу. Вот, ну я на заднем колесе уже могу ездить бесконечно долго. Я до своего колледжа доезжал на заднем колесе, даже в пробках между рядов медленно-медленно ехал. Так что, вот так. Ну, в общем, вот такой урок у нас был по станту. Владик показал стант, я показал немножко. Так что, учитесь стантить, тренируйтесь, это очень сложно и долго. Не пишите нам, как научиться стантить за 10 минут и все такое. Так что, подписывайтесь, ставьте лайки. Вот. Заходите на первый канал, где у нас безбашенные видео со спайсом. Все. Всем пока. Пока. Очень рада. Пока.